Сотрудники автоинспекции помогли туристам из Екатеринбурга найти потерявшегося сына. Когда гости столицы Татарстана любовались красотами Кремля, 10-летний мальчик пропал из виду. Родители пытались его найти сами, но не смогли. Прошло уже слишком много времени. Как сотрудники ДПС искали пропавшего? Лина Зинатулина прошла тем же маршрутом. Обратилась женщина с маленьким ребенком, которая была очень стревожена, в связи с тем, что она потеряла ребенка лет 10. Старший лейтенант полиции Андрей Лукин вспоминает тот день, когда к нему обратились с просьбой найти пропавшего 10-летнего ребенка. Говорит, что мать была сильно встревожена. Их сын города не знает, куда мог пойти, не представляют. Муж, жена и двое детей приехали полюбоваться столицей Татарстана из Екатеринбурга. В Кремле потеряли мальчика из виду. Супруги пытались найти его сами, но поиски результатов не дали. Семья с младшим ребенком в коляске выбежала через Спасскую башню на площадь 1 мая. Там они увидели сотрудников автоинспекции, рассказали о случившемся и передали приметы сына. Данная информация незамедлительно была передана всем нарядам сотрудников полиции для быстрого обнаружения пропавшего ребенка. Сотрудники автоинспекции решили обследовать прилегающие улицы на автомобилях. Посадив родителей в разные служебные машины, инспекторы ДПС выдвинулись на поиски ребенка. Через 15 минут мальчика увидели возле парка Черное озеро. Он просто увлекся и потом не увидел родителей рядом. Куда идти тоже не знал. В свою очередь я попросил, чтобы она уж не ругала ребенка. Сильно. Потому что всякое в жизни бывает. Поэтому она пообещала, что я не буду ругать. Женщина увидела своего сына и успокоилась. Вскоре туда же подъехал второй патрульный автомобиль с отцом ребенка. После того, как родителей потерял, он решил проехать к тому месту, где оставили машину. Но даже место машины, где он оставил, он даже там точно не помнит. Ну, благо то, что мы его сами нашли. Потому что не думаю, что в нашем большом городе он бы смог сориентироваться, так как приезжий из другого города. Родители поблагодарили автоинспекторов, а пообещали впредь стараться не упускать детей из виду в многолюдных местах. Лина Изнатульна, Нафиса Минязова, Адель Мулахметов. Вызов 112.